добрый день друзья добрый день и у нас сегодня очередная кухня инфо дайвинга и мы расскажем по уже сложившемуся опыту все что с нами было в последней неделе последняя неделя была насыщенной в качестве вот по работе мы делали хвосты сворачивали по консультациям мы делали консультации каждый день и мы брали открытые консультации тоже доделывали хвосты то есть открытая консультация наша состоит из двух консультаций в начале и в конце вот мы вот эти вот конечные доделывали и уже на этой неделе мы объявили набор на основа на открытой консультации мы берем еще 10 консультаций для того чтобы и вот я уже сегодня заглянула увидела уже на жила начали давая до пошли заявки поэтому я думаю в течение недели полутора это дело закроется открытой консультации мы уберем потому что параллельно приходят заявки на обычные консультации и уже сложилась очередь мы не успеваем все обработать поэтому возможно они тоже будут когда-то кратковременно приостанавливаться если срок ожидания более месяца но пока мы идем вот в таком режиме интенсивно кроме того что мы много работали так случилось что у нас возникла необходимость срочно съездить в одну прекрасную страну и это страна называется швеция и мы с ириной про путешествовали в эти выходные побыли стокгольме соответственно так как из беларуси сейчас выезд только автобусом самолеты не летают значит мы ехали автобусом до таллина мы посетили еще и то ли мы посетили еще и тайм полюбовались эстонией покушали вкусную еду таллинскую и стокгольмскую прекрасно время провели на пароме на лайнере и пронаблюдали некоторые моменты как живут шведы как живут эстонцы и сравнили с тем как живем мы и вот здесь есть интересное сравнение на самом деле ребята потому что очень много стереотипов которые есть вот например в беларуси не знаю как в россии как других странах но есть стереотипы которые есть здесь и эти стереотипы они разбиваются как волны а камни у причала когда ты сам начинаешь путешествовать начинаешь общаться общаешься и видишь да наблюдаешь слышишь и и конечно сравниваешь естественно сравниваешь и чувствуешь как и что и у нас уже был как бы мы может быть и не сказали бы так как мы сегодня хотим сказать но у нас был опыт когда вы были отдыхали на мальдивах и мы говорили кстати тогда там тоже скандинавская семья была наверно из швеции или швейцарии не были из норвегии не помню они уже из этой страны из северной часть европы надо так вот у нас повторилась история уже на пароме на когда мы плыли мы услышали точно такое же действие и увидели как это происходит идет мама красивая мама ведет ребенка маленькая плачет капризничает плачет она капризничать она ведет у нее такое лицо зажатая эмоции все сконцентрированы подавлены и так смотришь на нее если обычно человек смотрит ты видишь просто спокойная маму который капризничает ребенок и для нее это нормально на его ведет ровно в каю но если ты чувствуешь в это время мамы то это комок сжатый нервов которого так вот просто закрыл ядро и дальше они доходят до каюты и думают что в каюте все-таки такой контейнер с хорошей все-таки шумоизоляции на лайнере как только закрывается дверь ребенок начинает кричать так сильно так громко и слышны хлопки хлопки удар и это было бесконечно ребенок кричал все больше и больше язык мы не знаем но тут невозможно было тут на любом языке ты поймешь что ребенок даже просится уже просит не бить его а его бьют не рассказывание жутко а его бьют и слышны хлопки при этом в каюте есть такое еще тоже еще отдельная кабинка где душевая и туалет она называется да ну вот она тоже закрывается она такая герметичная вот и слышишь что вот в каюте ребенок кричит его слышны хлопки он просится громко кричит где-то стихая чуть-чуть и снова начинается а потом за те слышишь стук двери и ребенок еще глуше такое чувство что как будто у меня первая реакция была мне казалось что ребенка или в чемодан закрыли и что потом я понимаю что это в душ в душевую туалетную комнату продолжали бить и продолжали ребенок стучал в эту дверь в общем вот такая история страшная маленький и это насилие потом родители как ни в чем не бывало они прибили этого ребенка зажали в рамки поставили и потом ребята давайте поговорим про аутизм давайте поговорим про то какими вырастают дети давайте поговорим про ограничения какие есть ваших странах когда я слышу про свободную европу и про свободную и особенно швецию норвегию скандинавию я же тоже ехала с этими мировоззрениями но вот это вторая картина опять-таки 1 на мальдивах там тоже были скандинавы вместе с нами поэтому какая страна там трудно определить но как мы называли рыболовы да потому что были особенности поведения на пляже у них такие своеобразные опять-таки очень очень своеобразный менталитет но когда ты видишь издевательство над ребенком и ты понимаешь да есть законы есть там ювенальная юстиция там и так далее ребенка передадут в другую семью и они боятся чтобы это не случилось так слушайте так зачем вы его насиловать это же насилие прямое вот и при этом вот мы же сами были с детьми и шума и мой ребенок не капризничает капризничает мой ребенок там не прячется ты там его ищешь где-то по кораблю потому что он сзади бегает наблюдает прикалывается над тобой конечно ты в это время где-то переживаешь но это дети да это дети и потом ты просто садишься и вместо того чтобы калашматить его и бить ты ему начинаешь рассказывать как то что ты чувствовал как ты волновался да что ты можешь что может случиться если вот ты потеряешься как ты будешь кому-то обратишься а кто тебя найдет приведет и ты начинаешь его учить как выходить из неприятных историй которые он может создать своей жизни но он же не должен оказаться в безвыходном положении и это называется воспитание и это называется образовая передача опыта передача опыт или животные передают своим своему потомству опыта а люди лупят свое потомство зажимают загоняют как знаете как когда на виду и передают как когда-то делали домашними животными там лошадь кого-то там еще там вот вот точно таким же способом вот один ограничением и плетью все а теперь давайте поговорим про свободу выбора и про толерантность и про все остальное вот эти моменты меня смешили когда я наблюдала эстонскую и шведскую действительность в эстонии кстати значительно свободнее значительно свободнее в швеции это все более зажата более это все рамочки и пудрена сахарной такой слащавой фальшивой пудрой и под этой пудрой у нас нет ограничений вы что мы свободно на же просто протестанционизм прекрасно молодцы до вас и скоро нет вот завуалированное состояние вот это вот сахарная она очень хорошо передается давайте посмотрим на реальные факты реальные факты вот человек имеет домашнее животное от собачка ходит у нас здесь и у нас кошечка есть человек работа это восьмичасовой рабочий день он уходит на работу собачка прекрасно восемь часов в день может пробыть дома одна если вы не боитесь что он погрызет мебель да они все собачки грызут мебель у джессика не грызет и муся не грызет им кстати тоже мы объясняли что это нехорошо на ранних этапах они тоже пытались но не тоже как и детям объясняли пожалуйста 300 евро и твою собачку смотрят восьмичасовой рабочий день да потому что в швеции до обязан больше шести часов животные нельзя оставлять одного он просто закон и именно поэтому есть детские сады куда-то для животных где 300 евро по или от 300 евро ты оплачиваешь в месяц плату и твоего животного там смотрит водишь в сад как казалось бы то как хорошо да как правильно да а на самом деле а чего стоят юридические последствия браков я кстати очень много в тик ток выложила отрывков из экскурсии где говорит экскурсовод именно рассказывает и про пенсии и про финансы как разделяются финансы как забота идет о детях совместно и так далее казалось бы вот смотришь поверхность ну идеально правильно они же вместе живут все там у каждого с они же не женаты у каждого своя кухня да казалось бы так прямо хорошо да и зачем тогда в брак вступать и тогда дети без брака рождаются и они тогда просто чувств и хоть они просто не развиваются вообще я бы я вот веду к этому что чувства ограничения не развивать палка везде тут тут обрезали чувствовать не надо биоробот пошел и поэтому биоробот может шмонать и обрезать своего ребенка на корабле но при этом выходя из каюты идет такая очень такая симпатичная мама правильно какая ювенальная юстиция она прекрасно воспитывает ребенка и так во всем и так любой аспект семейное отношение брак финансы и вот каждый аспект берешь смотришь и вот это вот внешняя картинка и дальше припудрена сахарной пудрой но и меня конечно очень сильно удивили цены на такси да на такси проехать там много 50 евро не дло даже ну есть но мы со старого города осматривали да-да-да-да есть даже 50 евро это на такси проехать со старого города до порта пару километров пару километров до то что можно проделать пешком вот то есть цены там конечно такие и поэтому когда вот как мы как раз там были а мне присылают с какого-то телеграм-канала что какой-то блогер изучил потребительскую корзину в белоруссии да да в европе и в америке и в больше и сравнил вот эти потребительские корзины и казалось что беларусь на втором месте там 176 евро в россии 199 а там в европе она до 100 евро 90 100 вот так было и вы знаете я не знаю в какую корзину сравнивали потому что в таллине цена в среднем в два раза выше чем у нас в среднем да то есть мы вот брали если я внутри даже в три раза я например в супермаркете мне очень хотелось попробовать то что я ем дома да я ем вот такой сыр эту же марку я ем белорусского производства сыр да и ту же марку я беру и покупаю местного производства мне было интересно разница составила в 2 с лишним раза чуть меньше чем в три раза чуть меньше правда то же самое шоколад мне было интересно попробовать потому что местный и да вот такое потому что на кассе когда расплачивалась да мне даже улыбка на лице было потому что ну вот как как если бы я сходила в беларуси до 50 рублей вот только там 50 евро полость 11 до вот просто взяли это же тоже кстати на полтинник взяли то что мы кушаем дома чтобы привести вот сравнить вот у меня лежит белорусское это потом поделимся когда сравним еще не сравнивали да по качеству но по качеству кстати в эстонии очень хорошие продукты мне меня впечатлил морковный сок то есть дима взял какую-то эту бутылку и мы даже стебались а потому что на же сок в основном детским питанием питанием хотя такой тоже продаю да вот и дима взял постебаться он не знал что это такое потому что не приучен был покупать такое и на повестку дня там корчил рожи ему не понравился а я начала пить этот сок как из детства очень вкусная продукта поэтому я предполагаю что продукты все-таки будут во всяком случае эстонские будут высокого качества в норвегии мы продукты не покупали потому что там нет смысла покупать там дурная цена просто дурная цена а вот и норвегия шрицы все шрицы на шрицы и норвегии говорит еще выше цен ну еще лучше норвегия еще съездим в шрицу мы тоже кстати съедим поэтому когда вам в очередной раз будут рассказывать что у нас плохо там хорошо подумайте хорошо там где вы есть там где я там и солнце то там где я там и счастье кстати там где я там и солнце сто процентов а в норвегии там в швеции там где было очень жарко мы приехали вот один день там была погода как раз под нас для экскурсий и было супер и кстати в таллине тоже была погода прям подна прям не жарко и не холодно вот такая погода чтобы ты мог породить по городу наслаждаться и даже в балтике покупаться мы вот например в таллине мы попробовали кефир какой вкусный бутон но я хочу сказать что у нас тоже вкусная да но вот если сравнивать то есть вкусный кефир был очень то есть это натуральные продукты без химии можно такие кушать не бояться и опять-таки мы при всем том что ехали на автобусе он шел через латвию через литву в этих странах он не делал остановки а я бы все таки в литве бы торта уже их купила у них там очень есть вкусные торты обалденные всегда это в литве бывали всегда привожу туда такой торт сырный он как-то по-другому называется вообще во время ну да во время вообще путешествия мы много чего замечали отмечали и где-то даже не могли не проговорить вслух да мы достали немножко экскурсоводов потому что видение мира она не всегда совпадала и вот все что касается был еще один момент такой интересный то что касается туалетов ой это то ли этот этот вопрос был да действительно он на самом деле туалеты но при этом этот вопрос действительно важный очень очень важно на самом деле туалет это лицо страны к любой в какой бы ты стране не был туалет это лицо этой страны так вот все что касается скандинавии все что касается эстонии там с этим проблем нет там действительно где бы ты ни оказался ты оказываешься в цивильных условиях сказала туалет лицо но это так на самом деле меня так как на автобусе последний раз я ездила очень много лет назад в аэропортах всегда вот эти вот все вещи они они абсолютно цивильные вот когда мы выезжали из беларуси последний нормальный туалет у нас был на границе с нашей стороны еще но как нормально его но во всяком случае его можно назвать туалетом нормальным и конечно не назовешь но когда мы оказались на другой стороне там стояла что-то бьё которая воняла это литовская сторона она воняла так что подойти было невозможно и назад когда ехали ты проехал получается на автобусе сколько сталина там сколько народ часов 7 или 8 8 8 часов в автобусе без остановки на новом но если бы был туалет валяется я хотел бы ходить автобусы комфортабельные так вот выходишь на границы и у меня сын побежал говорит мама я сбегаю карина давая и он побежал потом говорит мама глаза выедает критом так воняет глаза выедает уже в магия чем-то речь серьезный показатель туалет это лицо страны и такие ужасные туалеты на самом деле просто обескуражили что с литовской стороны их просто нет ну их просто нет это нельзя назвать туалетом а с белорусской стороны они есть уже туалет есть но они конечно страшное это нельзя тоже назвать хорошим туалетом но во всяком случае тоже туалет на самом деле пограничная зона это же ведь начало страны любой Либо заканчивается страна, начинается другая, либо начинается страна. Да, и по дороге туда литовская таможня рассматривала багаж. Они делали это вручную, перерывали все вещи. И это в последний раз мы с таким сталкивались в Мексике. Да, да, да. Так, извините, Мексика. И Мексика, и Литва, они все-таки должны отличаться по уровню развития. А здесь было, ну вот, знаете, как я помню, это, наверное, было в 90-е годы. Вот тогда было именно так. Ну, как-то очень недостойно, скажем так. Было неловко и стыдно. Я бы сказала, неуважительно. Было неловко и стыдно за эту страну, за вот такое лицо. Это не лицо, а задняя часть. Да, да, да. Неуважительно и унижающе, потому что на самом деле, ну, это показывало, как мы относимся друг к другу. Да, вот так Литва относится к белорусам. Да. Вот так белорусы нужны Литве. И вы знаете, и причем-то не только белорусы, потому что в автобусе белорусов было мало. Практически все россияне сейчас так ездят туда. И было очень много российских туристов, именно туристов. То есть не те, кто едут там покупать продукты по завышенным ценам. У них там с кукухой не все нормально, да. Это были люди, которые ехали либо к родственникам, либо в ту поездку, как и мы. И вот это, конечно, обескуражило, потому что то, что происходило, оно напоминало доисторический период бандитской разборки 90-х. Если на этой территории. Либо Мексика, где еще не хватало, чтобы тебя с собаками обнюхивали. И на въезд обратно все было значительно проще. Туда мы шли, проходили там уже на Литовскую 3,5 часа. А назад мы прошли белорусскую меньше, чем за час. Там просто стоял сканер, все проехало. И все, никаких вопросов не возникло. То есть в этом плане, конечно, в Беларуси на порядок лучше было организовано. Но вот сами вот эти препоны и перетрясание автобуса и все остальное, оно как-то... Ну, произвело впечатление на нас. Сильное, сильное. Я сказала, я больше никогда не буду путешествовать на автобусе. Да, да, да. Как отбросила на 30 лет назад. Вот я бы так сказала. Вот прям деградация и все. Пока на границах не будет такого же, как в аэропортах, но нет смысла ими пользоваться. Нет смысла пересекать так. Потому что это, конечно, чудовищно. Мы сами себя не уважаем таким образом. Мы показываем это, с этого начинаем. Этим заканчиваемся. Заканчиваем, когда границу пересекаем. То есть, ну... Это отношения. Отношения между нами и людьми, да? И странами. И насколько ты нужен в той стране? Когда мы приехали в Таллин, там нас нормально встретили. Сразу была великолепная экскурсия. Видно было, что ты этой туркомпании нужен. Ты интересен, как турист. Да, да, да. Показали великолепный старинный город, старую часть. Экскурсия была обалденная. Она была на русском языке. Кстати, и в Таллине очень много русского языка. И никто нигде ни разу нам не сказал, что кто вы такие, убираетесь отсюда. Да нет, наоборот. Мы даже не слышали нигде агрессию. Нигде даже пусть не к нам, а вообще не слышали. Вообще не было агрессии. Настолько открыто, настолько искренне, настолько чисто. То есть люди, они же остаются людьми, и они же остаются вот общаться. Все легко, свободно, открыто. Потом опять-таки тот же самый паром или лайнер, как его правильно назвать, я даже не знаю, большой такой круизный корабль, когда там тоже везде было уважительное отношение, везде было красиво. Языки, да, там звучал язык эстонский, звучал язык английский, звучал язык шведский. Три языка. Русский язык не звучал, но где-то меню в ресторанах на русском языке были, где-то не было. Но в принципе ты все и так понимал по картинкам, и когда шли объявления какие-то ты понимал на английском языке, то дискомфорта нигде не возникало. И везде было очень хорошее, теплое отношение. А в Швеции вообще была просто умопомрачительная экскурсия. Ничего не скажешь. То есть тебе экскурсовод рассказал все настолько дотошно, интересно. Ты не мог оторваться от экскурсовода. Настолько интересный был экскурсовод. Ты как залип и просто ходил за ним и слушал. Потому что это было интересно, это было увлекательно, и ты в это погружался, и ты это чувствовал. Она рассказывала настолько, что даже картинки можно было просто видеть, эти картинки, когда она рассказывала. Да. И когда мы еще обсуждали, что надо поехать, выехать из Белоруссии и вернуться, когда мы обсуждали, это дело, мы думали, в какую страну съездить. И вот мы ни на минуту не пожалели, что мы выбрали Швецию. Более того, мы в Швеции поставили галочку, что в эту страну мы, наверное, еще раз вернемся. Обычно мы в одной стране бываем один раз. Ну, кроме тех стран, где ты там транзитом бываешь. А это страны там Париж транзит, Амстердам Париж, то есть Амстердам транзит, Мадрид транзит хороший, и Вильнюс, само собой. То есть это самые крупные аэропорты, где ты в этих странах бываешь не один раз. И где можно, например, задержаться на день-два, чтобы погулять по городу, пообщаться с людьми, попить вкусный кофе или там чай. И это классно, это увлекательно, интересно. Так вот, в Швецию мы тоже включили в этот список, хотя из Стокгольма, наверное, она нету хороших рейсов, хотя, смотря в какую страну, может и есть хорошие рейсы. Ну, ладно, поинтересоваться. Но на автобусе добираться до Таллина очень хреново. Очень. Лучше на машине, если. А лучше всего на самолете. На самолете, да. Я думаю, что все-таки разум превозобладает, и сообщение будет открыто, и все вот эти ограничения спадут. На самом деле, на самом деле, даже на корабле, когда мы были, да, вот объявления были на трех языках, кроме русского, да, но чувствовалось, что русский был когда-то. То есть до. Потому что они где-то, я не помню, когда выходить надо было, или что, они что-то говорили. А когда водителей надо было, чтобы водители сели за автомобиль, машины, машины. Когда выгружались в машину. И в менюшках, да, тоже русские присутствуют. То есть, на самом деле, русский там присутствовал. Это сейчас его убрали. Но это тоже на самом деле неправильно Это показатель опять-таки Наш же самих людей Которые между собой разжигают Вот эту Подпитывают, дровишки подбрасываются в огонь Зачем? Смысл? От того, что печень не дружит с почками Счастья организму нет Да, организм все равно будет разрушаться Организм разрушается от этого Весь организм разрушается И иммунитет вынужден будет принимать меры И в плане работы с печенью И в плане работы с почками И в плане работы со всеми дрейфующими клетками печени Которые захотели остаться в почках Или почек, которые захотели остаться в сердце Для того, чтобы навести порядок И для того, чтобы организм функционировал нормально Вот, поэтому Когда смотришь на такие вот моменты Понимаешь, что где-то надо, надо еще Людям Вот когда накладываешь какие-то процессы На физическое тело Человеку становится понятно, что он делает А потому что так ему кажется Что да, это же все правильно А тут получается Да, а тут получается Что, допустим, там Печень Значит, говорит о том Что все, мы перекрываем почков Проходы Потому что они там Они изгои Да, они изгои И перекрывают, да И печень не будет страдать, правда Не будет Если удалить из организма почки Ну, то есть здесь Как бы разум Где разум? Разум должен быть Ведь люди на самом деле Между собой остаются людьми Вот мы сколько ездили Сколько мы не проезжали Люди есть люди Просто вот Мы все общаемся легко Ну, вот эти непонятные Какие-то претензии Если вот как разжигаются Да То разберитесь с собой Да Вопрос к семье Благодарность Увидеть благодарность К другому человеку Ведь точно так же И в личной жизни Когда муж с женой Ссорится и разводится Жизнь в гармонии Кто инициатор развода Если задать вопрос Ну да Там женщина Там мужчина Так вот Инициатору вопроса Задать честный развод Задать честный вопрос А ты благодарен Своему спутнику? А давай ты сперва Выйдешь в состояние Благодарности А потом мы поговорим О разводе И вы знаете В 90% случаев Развода не будет Потому что Все разводы Идут на неблагодарность На неблагодарность А ведь это Неблагодарность себе На эго На неосознание Ценности второго Другого Да Здесь Кстати Ровно эта же история С распадом Тех же самых Пар в инфодайке Да То же самое Пар работает 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 И потом Нет Разошлись Кто-то начинает Раздуваться Да Считать кого-то Да Кого-то Я больше И все И закрывается И пара расходится Пара расходится А это Эго лопается Пустота остается А у второго человека Тоже нету Нескомпенсированного эго Тоже обиды Не проработаны И так далее Все Пара развалилась И оба Не оба проиграли То есть В подсознании Работает Один принцип Закон парадокса Либо выигрывают оба Либо проигрывают оба По-другому Не будет Либо вин-вин Либо проигрывают Либо Да То есть искренне Либо ты чувствуешь Работаешь в паре Чувствуешь Да Вот все хорошо Наработали Но потом чувствуешь Человека заморозило Допустим Да Там Второго А ты чувствуешь Что уже Ну хочется дальше Шире А тот человек Ну По каким-то причинам Допустим Остановился Скажи честно Просто Скажи Я тебя благодарю Все И но Ну как бы Я попробую Вот чтобы ты знал Вот она искренность На самом деле Это так же Между мужчиной и женщиной На самом деле И в отношениях То же самое Да То же самое Если мужчина с женщиной Искренне Искренне Если женщина с мужчиной Искренне То все становится На свои места Смотрите Какая интересная подмена Даже сейчас Попробуйте Прочувствовать О чем говорим Мы говорим Про искренность Про искренние отношения Мужчины и женщины Искренние семейные отношения Искренние Вот почувствуйте Мужчина и женщина Мужчина и женщина Искренность А теперь попробуйте Наложить Всегда Мужчина-мужчина Толерантность И понаблюдайте Со стороны Вот ваша подмена Вы просто на чувствах Вот разницу Прочувствуйте Настройтесь И прочувствуйте И это Ну это очевидные Вещи Которые Они Идут на чувствах Ты можешь Можешь дискредитировать Свои чувства Сказать Ну я же чувствую И это Фу Это вообще не имеет значения Это же не тот Великий ученый Сказал И это же не там Крылатая наука Доказала И это же не в Библии Упоминается Или еще Что для вас авторитет То есть Свои чувства Можно дискредитировать Но вы таким образом Дискредитируете Своё подсознание Оно вам этого не простит Между прочим Это предательство А если вы все-таки Со своим подсознанием В гармонии И вы Цените свои чувства То вы просто Вот сейчас Потренируйтесь Искренность Мужчина-мужчина Искренность Женщина-мужчина Где она Мы имеем ввиду Парные отношения Парные отношения И вы увидите Что мужчина-мужчина Нету искренности Там сразу чувствуется Именно чувствуется Ложь То есть Травма Травма Болезнь Там сразу чувствуется Бабь И под этим И под этим делом Она упирается Вот если вы Будете искать Искренность Глубоко-глубоко В какой-то момент Сработает Вкусовой рецептор У вас же И вы почувствуете Слащавость Этих отношений Вот эта Слащавость отношений Это то Что отделяет от травмы Не рожей лежит Прямая травма Да То есть до искры Еще далеко Да По замыслу Бога Это не замысливалось Изначально Так дело в том Что Блин Ну тут же очевидно Мужчина и женщина Отношения мужчины и женщины Дают что? Жизнь Ребенка То есть продолжение Бесконечность Мужчина и мужчина Что дают? Ну сразу Перекрытие Все Перекрытие Жизни То есть вот она Смертность Да Точно так же Один в один А в толерантной Швеции Между прочим Мы вышли Посмотреть там Браки Я не помню Как эта жизнь Называлась И там браки И там Мужчина-мужчина 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 И смотришь Капец Как хорошо Что этого нет в Беларуси Ну да Я кстати подумала Что у нас В этом плане Молодцы мужики Но при этом Но при этом Это Этот вирус Он вползает И к нам Ну вползает А вползает Мы же с тобой знаем Через молодых Через молодых Через детей Через толерант Через соцсети Именно Вот если мы Взрослые Не будем осознавать Этой заразой И не будем Объяснять Своим детям То у них Очень красиво Через соцсети Эта толерантность Прямо втечет В их кровь Она уже втекает И это И это считается Ну как же Казалось бы Ну да Человек Люди Человек же свободен Да Но имеет право Вот ему нравится Мужчине Нравится мужчина Казалось бы Да Но это же Имеет право Человек это Да имеет Не вопрос Но только не надо Эту Это знаешь То есть выносить В открыто И демонстрировать И показывать Что это норма Как только Это показывается Что это норма Все Вирус Болезнь Вошла в общество Это точно так же Как человек Он может обкакаться Ну обкакался Он тихонько пошел И помылся Да Застирал трусики Я делал чистое Пошел А если Человек Это про развитие Да Про развитие сознания Вот оно То есть деградация Или же рост Ну кстати По поводу развития сознания Давай мы сейчас Закончим Со Швецией Побыли Прекрасные эмоции Ушли Впечатления ушли Ощущение Что ты не был В Беларуси Месяц Хотя тебя не было Тут 4 дня Огурцов наросло Что у тебя Казьба Она сегодня успела Еще закатать Блин Заколевала Казалось бы Мне были 4 дня 4 дня Так успеваете Держите вовеки Таскать Я не понимаю На самом деле Откуда они Нет Я даже не это Я не понимаю Как люди выращивают То есть Там грядки у них Парники стоят С этими огурцами У меня 2 метра На метр грядочка И там растет 6 наверное Этих Огурцов 6 по-моему Ну это у меня 1,20 1,20 Это столько Что просто Я не ел Столько И моя семья Тоже Вот это вообще Просто Тоже на самом деле Показатель Так я сегодня Подхожу А они же За это время Причем Они так Они отбили виноград И висят Грозди винограда И огурцы Блин Капец И что мне теперь Один ушел Так высоко Что тебе Мне лестницу Надо брать Что-то Толерантность Между виноградом И огурцами Муж ходит Только говорит Сейчас виноград Гнить начнет Говорит Они же дают Влагу Вот 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 Толерантность Ну ладно Это Так за это время Как он вымахал Я же не пускала Его в небо А он еще На яблони ушел Сейчас он с яблоками Будет висеть Но уже лестница Нужна туда лазить Или пускай Там и висят Для красоты Столько не надо Пока мы уехали Короче Наши овощи И фрукты Решили Юху Нет хозяев Да и кабачки Потом уходишь Таскаешь И думаешь Кому из родственников Подарить А кто еще без кабачков Не прикольно конечно Но летом Когда уезжаешь На 4 дня Это очень сильно Заметно чувствуется И прикольно Интересно Такой опыт Интересный Да Ну по путешествованию Слава богу На самом деле У нас сейчас Начинается Интересная неделя Вот уже сегодня У нас с вами Лекция Которая будет Проходить вечером В 8 В 8 В 8 вечера У нас сегодня Интересная лекция Я помню Что тема у нас Офигенная Мы со Швецией Лекции у нас сегодня Зависание Зависли мы с тобой Зависли И формирование игр Зависание И формирование игр На самом деле Это основа Формирования Причинно-следственных Связей Если по-другому Культурно можно назвать Вот человек живет И потом раз На чем-то зависло Его внимание И тут же Образуется Связь Которая дальше Создаст игру Вот моменты Когда мы зависаем И вообще Слово зависимость Если мы скажем Человек сразу Будет ассоциироваться С наркологией С наркотиками Либо Либо с какими-то Отношениями Едкими Или токсичными Но он никак Не связывает Это с тем Что каждый раз Когда он создает Какую-то игру Он зависает Потому что Вот например Нету прецедента Нету игры Потом где-то Точечка Сформировалась Зависимость Вот оно Зависание пошло И внимание Туда начинает Углубляться И разворачивает И вот уже Появились персонажики Еще зависло И еще разворачивает И вот уже Этот персонаж Вдруг решил Тебе нагадить Потом еще И еще разворачивается И таким образом Вот это как Лотос Как цветочек Начинает распаковываться На самом деле Вся наша жизнь Она Если говорить Она именно Да Это и есть Зависание Мы зависли Время Сознание Зависло И создало Момент Здесь и сейчас Поэтому вот эти моменты Мы сегодня будем Изучать на лекции Как В какой момент Мы зависаем И что мы создаем И как мы создаем И на что обращать Внимание Какие Маркеры Должны быть Когда Случается Раз зацеп И когда мы можем Осознанно создать Зацеп Когда например Мы там О вот хочу Такой дом Ну ладно Все забыл Проехал Проходит время Хобана А я покупаю Этот дом Как Я даже не помню Когда я его хотела Но вот он есть И потом такое О блин Это же была такая мысль Да Так вот А вот эти моменты Мы создаем Ведь все равно Это наше создающее сознание Но почему Вот этот дом создался А вот этот Которым я думаю Постоянно Постоянно туда Что-то вкладываю Постоянно Деньги собираю А он все уходит И уходит А почему он уходит? Потому что там игра уже Потому что там Огромная игра Это игра Там внимание Там наше сознание Еще, 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 еще И игра строится на чем? На том Что ты не имеешь дома Но ты его хочешь иметь Вот эта хотелка И формирует это дело Вот эти моменты Мы будем разбирать Сегодня на лекции Подробно Так, чтобы Вы начали Уже входить В суть У нас же Завтра на самом деле Один из самых Серьезных курсов И он будет идти И он будет идти С отработкой Из глубины То есть еще Будут удаляться Помехи В сознании Которые мешают Достижению Вот этим моментом Когда ум включается Когда эго Срабатывает И так далее Трехдневный курс Трехдневный курс Будет по Миросозданию То есть степь 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 мироздания Степь мироздания И все Что касается Созданием Нашей реальности То есть то Что мы создаем Это курс Очень глубокий Это Из семья Курс Из Из не я Курс Из не я То есть Когда мы Из не я Создаем полностью Реальность Которая играет я То есть это Курс полностью Создания Из подсознания Игры Для я Курс невероятно Интересный Больше про него Рассказывать не буду Курс сложный И Если На него Регистрируется Кто-то Кто не принимал Участие Пока не видел Там уже много людей Зарегистрировалось Мы берем всего 20 человек Там осталось Я не помню Несколько мест всего Так вот Помните Если вы вдруг Решились впервые Прийти сразу Начать с этого курса Инфодайм То вам будет сложно Но он у вас останется В записи Но зато да Вы к нему сможете прийти Он у вас будет Потому что этот курс Повторяться не будет И И так как он Из глубины То он И По-моему У нас закрывается Да Или он Или открытым Ну то есть В доступе Он закрывается В доступе Его купить нельзя Нельзя будет Ну вот Я к этому Потому что там Присушит Потому что это Дюбины От сознания Вспомнил Вспомнил Своё Не я И Осознал Его И Поменялся С я Местами Это суть Игры Вот она Да На самом деле Вы Вы всё равно Это вспомните Не сейчас Через тысячу лет Да Да Никуда Никуда Не денетесь Туда Идёт Вся Игра Но Да Этот курс Вот именно Туда Идёт Вся Игра Но На этом Курсе Мы Постараемся Полностью Показать Как Строится Вообще Мироздание Как оно Создаёт Нами же Даже Вплоть до того Что Миросоздание Да Миросоздание Да Вплоть до того Что каждый наш день То есть Вот Курс Ну На самом деле Будет очень интересный Я прям чувствую Он и нам будет интересный Да Потому что В этот момент Мы будем зачищать Все моменты Которые Объединяют Все подсознания В одно Поэтому там даже С группой работы Сама по себе Невероятного И он начнется Завтра Продлится Три дня Вторник Среда Четверг С 19 до 22 часов Предполагает Глубинную работу С каждым Из участников Поэтому Это все Будет идти На уровне Одного сознания Единого сознания Ну В принципе Как последние Наши курсы Сложные Если для вас Этот курс Сложен То В сентябре Стартует Курс Который начнется С гипноза Смотрите Он дешевый И на него Уже регистрируются Люди Вы можете Начать с него И мне бы Очень хотелось Даже анонсировать Потом клуб Интересный Под это дело Но пока Мы ищем Того Кто будет Работать И будет Это все Вести Потому что Ну С этого Начинается Вход в инфодайвинг Ну Для тех Кто Пока Не может Себе позволить Более сложные Вещи В силу Того Что он боится Какой-то Своей ограниченности На самом деле Боится Себя Себя Конечно Кто-то идет На пролом К себе Кто-то себя Боится И закрывается От себя Все мы разные У нас у всех Свои Тараканы Ну и что У нас А еще у нас Сегодня же В шесть часов Как всегда Стрим Вопрос-ответ Стрим Тоже интересный В зависимости От того Живой Какие вы вопросы Зададите Не ждите Что мы будем Лукавить И гладить вас По голове Мы будем Отвечать так Как мы работаем На консультации Искренне Правдиво А иначе смысла Нет отвечать Да Иначе не имеет смысла Да Инфодайвинг Это про искренность Про то Что человек Готов услышать То что От чего он бежит Всегда То есть Самого себя Как видит Подсознание Его жизнь Его выкрунтасы В голове Его проявления И все остальное А если мы будем Отвечать Виляя Чтобы сгладить Ну Смысл Это разворот Новых игр Зачем Это не в наших Для нас Это тренировка Для вас Это возможность Увидеть себя Со стороны Не той Как вы о себе думаете Кстати Не всегда люди О себе думают плохо Некоторые думают О себе очень хорошо И наоборот Поэтому Здесь просто будет То Как видит Ваше подсознание Вашу проблему И мы вам Это просто Означим И это может оказаться Неожиданно Да И это Ну не может оказаться А в 90% Оказывается Неожиданным И для многих Сначала возникает Сопротивление А потом А потом Как уже Опыт Показывает Конечно А уже Как опыт Показывает Через пару дней Когда человек Зависает На том Что сказали Зависает На том Что Какую информацию Выдало Его подсознание И у человека Начинаются Процессы И эти процессы Зачастую Полностью Меняют Ему жизнь И мне Очень приятно Получать Вот Кстати Опять Пришли Видео Пошли Письма Письма Очень большие Я даже Когда в Швеции Это все получала Я думала Может что-то Опубликовать А потом Думаю А ни хрена Потом Пока еще Нет у меня Того чувства Когда я Готова Сказать Что да Это действительно Пошло развитие У человека Стопроцентное Поэтому Ребят Я говорила Извините Но гадость я такая Я публикую только то Что меня зацепило Изнутри Там где я вижу Что еще Есть к чему стремиться Значит стремимся Но видео ваши И письма ваши Мы ждем Мы очень рады Их получать И мы всегда Вам на них Отвечаем Даже если Мы не смогли Ответить День в день Например У нас не было Интернета Мы ответим Вам через 2 дня Когда он у нас Появляется То есть вы все равно Получите ответ И у нас все равно Будет коммуникация И мы будем видеть Насколько вы быстро Включились в работу Насколько быстро Меняется ваша жизнь Ваше здоровье Ваши отношения С детьми И так далее Потому что по детям Сейчас очень много Особенно Те дети Которые мы Последние Ушли в отработку У нас По ним очень хорошие Идут результаты И я рада Что родители Приходят уже Осознанно В инфодайлинг Уже варианты Когда мне задают Вопрос Вы вылечите нас Может уже Кто-то даже Столкнулся Я сразу пишу Мы не лечим Вы обратились не туда Обратитесь пожалуйста В поликлинику Вы уже наверно Сталкивались с этим Помните Что к нам Так обращаться Не надо Либо вы работаете Либо Вам отведена Целая жизнь Для того Чтобы прожить Ее с ребенком И хоть что-то Осознать С больным Ну пока Наверное Все Все остальное Смотрите В расписании И на наших Сайтах Пугбай И на Сабришин Сабришин Там вся Самая интересная Информация Ну а мы Сейчас активно Начинаем работать Все наше Рабочее время Пришло Каждый день Вы будете Получать По одной Консультации Обычной Сейчас появится Расписание Открытых Консультаций Вы можете Присоединяться Обучаться Потому что Это интересный Формат И Ну и Остальное Потом расскажу Хотела Анонсировать Одну Консультацию Всему свое Время Придет И ее Время Она уже Стоит В расписании Все Спасибо Друзья До встречи Сегодня вечером До встречи Приходите